В Тверской области за минувшие сутки исследования подтвердили 200 случаев заражения коронавирусом. Число пострадавших от новой инфекции достигло 45 860 человек. Такие данные по заболеваемости на 30 июня коронавирусной инфекцией в регионе. Сейчас вакцина единственный надежный способ избежать заражения или осложнения течения заболевания. Вакцинацию применяют против множества инфекций, а с недавних пор и против коронавируса. Всегда были заблуждения насчет вакцинации по причине того, что немногие, даже специалисты, даже врачи, понимают механизм, по которому работает вакцина. Понимают, как работает наш иммунитет и какие плюсы вакцинация несет по сравнению с теми минусами, которые, к сожалению, нам причиняет сама болезнь. Как отмечают специалисты, даже если привитый человек заболеет, вероятность развития осложнений и тяжелого течения заболевания будет практически равна нулю. Поэтому в Тверской области продолжается вакцинальная кампания. Прививку делают люди не только в одиночку, но и целыми трудовыми коллективами. Так, в компании Верхневолжское ТП для всех сотрудников открылся прививочный пункт. За прошедшие сутки 50 сотрудников компании сделали прививку от коронавируса. Обстановка с ковидом сложилась сейчас не очень благоприятная. С учетом того, что мы на передовой находимся, каждый автобус перевозит практически по 600 человек в день. И мы контактируем друг с другом, с нашими пассажирами. Поэтому мы организовали пункты вакцинации для наших сотрудников. Уже привито более 300 человек. Мы продолжаем эту работу. Это наши руководители подразделений. И с людьми работаем, и с их членами семей. В этот день первую дозу вакцины получило и руководство Министерства транспорта Тверской области Дмитрия Насибулин, министр транспорта и замминистра Сергея Верхоглядов. Сегодня мы приняли решение, Министерство транспорта, все руководство. И мы провели вакцинацию здесь, на предприятии. Здесь работают выездные группы, где проводят вакцинацию не только административному составу, но и водительскому составу. Чувствую себя хорошо. Кроме того, сейчас усилена дезинфекция автобусов, которые отправляются в рейс. А для пассажиров, кто забыл маску, их раздают бесплатно. Если возвращаться к прививкам против коронавируса, то до сих пор у многих людей существуют определенные страхи и сомнения. Врачи рекомендуют перед вакцинацией провести обследование иммунитета. Это можно сделать и самостоятельно. Например, в медицинском центре клиники столицы. Желательно сделать ПЦР-тест на коронавирус и определить титры антител. Рекомендую сделать как иммуноглобулин М, так же и иммуноглобулин G, чтобы проверить возможный иммунный ответ, уже сформированный к коронавирусу. В случае, если будет получен положительный результат, от вакцинации стоит воздержаться. Если количество антител будет мало, необходима ревакцинация. В нашем врачебном сообществе сейчас живо обсуждается сформированный защитный титр антител. Есть данные, что меньше 50, если определять количественным способом иммуноглобулин G, уже является недостаточным для активного антительного иммунного ответа в период пандемии. Анализы на COVID-19 понадобятся и тем, кто вернулся из-за рубежа. Это относится и к людям, которые уже прошли вакцинацию против коронавируса. Неважно, какой вакциной была сделана прививка, в любом случае привитые даже те, как и все остальные, вернувшись домой, должны дважды сдавать ПЦР-тесты. Тест на наличие антител в Твери делают добровольно и на коммерческой основе ценник от 1000 рублей и выше. Но согласитесь, это ничтожная цена, когда на кону стоит жизнь.